Медицина, в том числе и эстетическая, на первый взгляд, совсем не та сфера, где можно было бы в чем-то соревноваться. Однако последние годы становятся популярными чемпионаты по косметологии. Вообще идея конкурса пришла уже давно, два года подряд проводилась на Байкале, проводилась нашими иркутскими коллегами. Сейчас конкурс перешел на уровень общероссийский, то есть именно в этом году мы решили показать, как вообще в России представлена косметология. Мы нашли храбрых косметологов в городах Челябинск, Екатеринбург, Москва, Пермь, Ижевск. Целью этого конкурса является популяризация косметологии, как я себе понимаю, да, объяснить простым гражданам, что все просто, что быть красивым, молодым, это современно, выглядеть хорошо, это признак хорошего тона. Для участия были приглашены косметологи из известных клиник, а конкурсная работа с пациентом будет вестись в течение трех месяцев. Разрешены в данный момент, именно для участия в этом конкурсе, любые пилинги поверхностные, любые инъекционные процедуры будет, то биоритализация, биорепарация. Также разрешена, конечно, контурная пластика, не просто разрешена, а показана, то есть именно с помощью контурной пластики у нас любой косметолог может представить действительно изменение. Батулинотерапия с помощью препарата определенного и, конечно же, это аппаратные технологии, которые тоже не стоят на месте. Пациенток для проведения конкурсных работ выбирали путем открытого кастинга в соцсетях. К настоящему моменту состав как участников, так и пациенток полностью утвержден. Мне 45 лет, я ни от кого не скрываю. Хотелось бы совсем кардинально измениться, помолодеть, преобразиться. И я верю моему косметологу, что мы этого добьемся и, возможно, мы даже победим. Самый первый этап конкурса – это тестирование модели. Для чего нужно тестирование модели? Для того, чтобы мы могли конкретно с измерениями оценить, какие произошли изменения у модели после того, как косметолог проведет манипуляции. Чемпионат сегодня начинается. Сегодня мы делаем замеры, устанавливаем, какие есть отклонения в коже, такие как гиперпигментация, мелкоморщинистость, сосудистый рисунок выраженный. В общем, определяем состояние до. Через полгода мы определим состояние после. Финал всероссийского этапа состоится в июне. И, судя по всему, у челябинских участников неплохие шансы в него попасть. За ходом чемпионата будет следить программа «Бьюти Тайм». Еще больше новостей о косметологии и эстетической медицине на нашем YouTube-канале «Бьюти Тайм».